Это очень хорошая клей, которая используется для мазайки. Это у нас очень похожий на клей, который используется для мазайки. А вы сейчас чуть-чуть водички, да? Нет, нет, нет. Это я ему... Просто, да, просто его... Вы можете использовать воду. А, да, да. Я бы на где-то попал в какой-то фракции. Алло, сейчас она высохнет. Ну, он сказал, что это не как-то метро. Это, как, очень хорошая. Ага. А что мы сняли тут? Потому что она должна высохнуть. А, это должно быть дрова. Да, да. Это нужно 30 минут. 30 минут, да? Ну, я не знаю, сколько там... Можно так назвать? Да. 30 минут. У säga tree. А где-то я101 succeeded, אנ sister, тда И по torpedo невыносим. Вот, где-то еще, допустим, есть рекомендации вот «после вот этой основы 100 минут минут» ждать, «после этой» основы 100 минут. Как Racing четыре. Я думаю, это на отлик. Правда? Да, да, да. Это тест, когда вы не наносите руки. Это как тест. Правильно это будет? Да, да. Потому что ногу будет за ним тянуться потом. Но мы говорили про что? Можно носить на мокрую. Правда, Плэц? Да. И это же можно носить. Это он наносил шпателем. А можно носить валиком, кистью. Это используется для шпателем. И другое. И другое. Вы можете добавить кисточку. Это просто у нас кисточки. Я забыл кисточку, поэтому шпателем наносил. Объясни. Была бы кисточка, но не стыднее. Ну хорошо. Можно разные возможности. У нас есть так кисть. Да. Просто сказать, что можно и кисточкой. Вы можете добавить кисточку. Вы можете добавить кисточку. Потому что это праймер. Это праймер. Да, это не финиш. Это финишная позиция. И в этом случае, что вы делаете, что-то не важно, в какой дом или в какой офисе вы работаете, вы никогда не повторяете финиш в любом строительстве. То есть, что вы создаете, это мастерство. это мастерство. Это мастерство. Это всё. Вы создаете, что вы делаете. А где вы в Англии находитесь? Мы сейчас живём в Рюзьвотере. Рюзьвотере? Да. Это, получается, ближе к западной части. Ну, мы, наверное, будем смещаться. Ну, не в этом году. Просипал до 56 лет. Ну, там ниже к папе. Ну, да, где 15 лет? 18 лет. Мы просто химия учи приходят с пационом. А так ещё… Он ещё пацан… Что это? А, не скажу. Vous знаете? Вот это? вы знаете. А? Я уже пробовал 10 лет Я устал их 10 лет до Украины во последние 10 лет. Упс! Теперь он говорит, что он в Украину приехал за меня, он пострелил. А, конечно, он в Москву спекует. Да, да, да. Встреча с 20 лет назад. Он так приехал, вчера плохо таскал. А, плохо? Да, ну там, наверное, даже стройка ищет. Он вчера строителям помогал. Говорю, ну зачем это делаешь? Ну помоги там чуть-чуть. Нет, он очень любит работать вообще. И 30 мешков цемента выгружали там. А, добрый. О, нет. О, нет. Ты попробуй. Ага, окей. Сиди на секунду. Это дай человеку попробовать, он стремится. Да. Это что? Это Венеция. Это Венеция. Венеция, да. Я люблю идти шире и идти шире. Он любит направо, а у вас как бы налево. Да, это и целый. Да, это правил. Как удобно. Это, это, как вы использовали. Таня, что? Он говорит, ну наверное, это так, как вы привыкли. У каждого свой почерк, да. Мне, например, непонятно. Какой кусочек этой краски нужно на какой размазывать? Она размазывается очень много? Нет. Нет. Там получается где-то, ну пол квадратного метра. Пол квадратного метра. Ну до квадратного метра. И начинаешь ты с угла надвешенной шпателем. Вот у тебя шпатель маленький, ну если большой, как я показываю. Ты взяла вешеное шпатель, нанесла. Потом еще раз полосочка. Ты можешь сверху, снизу, снизу, вверх. Вот такими вот движениями ты идешь и соединяешь. Это очень важно. Ты не будешь начать с... Это получается вот здесь. Да, да. Да, да, может быть Ты не будешь начать, если есть ли уложка. Ты не будешь начать с лицевой стороны. Смотри, это стена. Это стена. Ты не будешь начать с там. Да, и ты делаешь коробку. На две ширины шпатель. Две ширины шпатель. Две ширины. Шпателем. Потом дальше. Края должны быть рваные. Прошел один, два двишины. Потом еще раз. Еще раз двишины шпателем. Ты понимаешь? Я думаю так. Вот эта полоска должна быть надвешенной шпателем. Здесь ты можешь нанес, оно чуть прихватилось, ты наносишь второе, когда соединять будешь, тоже будешь делать такие... Немножко перекрывать получается. Да, да. Ты можешь, например, идти снизу, вернее, сверху вниз и можешь идти снизу вверх. Как тебе удобно? Может быть где-то там, не обязательно, что это будет такая строгая геометрия, да? Может быть ты там где-то зайдешь вот так, да? Вот так это будет. Это не важно там что-то. Главное, что ты понимал, что оно должно быть по диагонали. Никаких у тебя там не должно быть, как мы называем, квадратно-гнездовых. Это неправильно. Вот только такими должны быть. Тогда у тебя, получается, если даже и будут стыки, они будут более естественные, более правильные. Да, да. Переворачиваем стык. Хочешь так? Давай так. Не-не, если тебе так удобно, то попробуем так. Да, это он просто комментирует. А, это мутастик? Да, мутастик играет. Сейчас туда. Я закончу, чтобы оно быстренько высохло. Когда наносим материал, то да, можем оставлять такие, как мы называем, гребешки. Да, получается такое ощущение, как будто бы вода в море набегает на песок и оставляет край. И этот будет край, потом, когда мы у нас есть второй слой, будут прожилки. Вот, смотри, как здесь. Вот, как здесь. Видишь, вот эти, да. Вот это, все это получается, когда наносим материал. Это глубина, можно так, как глубина получить. Да, да. Да. Хорошо. Все, пока. Добрый, добрый. Смотри, это не обязательно, что будут правильные такие движения, как будто бы, можно назвать это как чешуйка, а можно назвать как бутон. То есть, ты накладываешь вот эти лепестки, как бутон. То есть, они с одной стороны, да, вот так, вот так, вот так, да. Вот так будешь накладывать их. Понимаешь? Потом, что можно сделать? Не обязательно, если у тебя там так получаться не будет красиво. Можешь просто вот такими вот движениями. Поним? Или вот такими вот движениями. Да. Тогда у тебя будет только такая же будет конструкция, только чуть больше. И тогда у тебя будет другая конструкция. То есть, в школе, зависит от эффекта. Да. Произвольно, да. То есть, не обязательно. Можно и так, и так, и так. Какая. Пускай, сутка. Да. Мы не будем сильно сотреотачиваться на этом, это ты будешь уже там, когда будешь посвободней. Мне вообще ничего не объяснили, ничего не предложили и в принципе ничего не сказали. Мне ваш менеджер сказал, что вы покупаете машины, но вы не покупаете машины, поэтому сумасов не было призы. Я поняла, мне сейчас не очень удобно говорить, давайте попозже, хорошо? Да, пожалуйста, спасибо. Сейчас попробуем. Вот то, что ты просил, таделак. 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 Я не знаю. Я больше интересен в этом. Это интересно. Провентин. И этот раз. И этот раз. Да, так вот. Да, это то, что мы хотели сделать. Траватина и вот этот аргойтон. Это разнообразно. Это же процесс, но просто разнообразная структура. Но выглядит как разнообразно. Я спросила об аргитонах и степах. Да, но я говорю, что процесс на стенке. Это разнообразно. Основа, грунтуем, грунтовка универсальная. Которая разводится один по сми. Как Вы там писали, акриловая, виниловая, неважно. Потом идет под него кварцбунг. А потом уже провинтили. Кварцбунг тоже можно подколеровать. Когда он будет просвечиваться, да? А? Вот это будет просвечиваться. Да, да, да. Это все на кварцбунг. И наверх чем-то? Да, потом идет патина. 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 Универсальный грунт первый. Первый грунт. Первый грунт. А потом и вторый грунт. И вторый грунт, который может быть в колору. И зависит от того, что цвет мы поставим. Вы увидите. В рамках. Да. И его трамертин. И потом патина на верхней. В этом грунт. Да, сейчас мы делаем процесс. Спроси у него, что сейчас? Или бетон или травинку? Вот такой он получается, это тот же травентин, только заглазный. То есть это уже готовый, но смотри, если ему интересно вот точно такой, как этот, вы ему такое сделаете? You wanna look like this, or like this? Как здесь, хорошо. Точно такой, как тут, с этой каменеечкой, у него сам эффект вот интересный. Хорошо. Вот на этом получается уже готовый грунт, нанесенный травертины. Да, тут получается первый слой травентин был нанесен, он высох, вот как здесь, а потом второй слой на него наносили. Травертины тоже? Да. Это два слоя. Да, это два слоя. Да, это два слоя. Это фест-код. Да, это фест-код. Ага. Попробуйте с другой том, в смысл с этdd и сг Außerdem дай ее troops, слой, а он MIL-1-2IONEE густой, я добавляю сюда 1200 кон devices. Натали decentindo макара. Я добавляю сюда 100%-before температура Cent בהDPR equipped из и добавляю stays. Мерс. Это похоже. Попробуйте с Манцем и тартам Ash Dot. Натали высокие нанесенныеノ napreни, policymakers intentar Когда это открытое, как долго оно может оставаться? Если оно без воды... Подождите. Открытое, как долго? Да. Открытое. Вы имеете в виду, как долго оно будет? Он говорит, сколько можно использовать, если уже началось с работы это ведро? Да может прекрати, тут нет такого, оно же не застынет. It's not dry, if you cover. No, what I mean is, right, that's what, 3-4 килограммовое ведро, да? Сколько квадратных метров? А, сколько можно сделать? По крови это. Но если в один слой, то 3-4 квадрата. Если в два, то полтора метра. Да, на половину метра. Но если у него маленькая комната. И он открыл эту комнату. И он использовал половину. Сколько остальная половина можно будет использовать? На следующий день, потом неделя, месяц. А, окей. It won't go off. It won't go off. It won't go off. It's not dry. I see. You just need cover with stock. Только закрыть крышечкой. И если ты не добавляешь сюда воду. Если ты добавил воду, то там неделя. И она завоняется. Ну потому что это натуральный продукт. It's natural product. It's my own self. The water is reactivator. Да. The water is reactivator. Да, да, да. I see. Если воду не добавляешь, и она закрытая, то может стоять до 5 лет. 5 лет. А, окей. Ага. Вот так. Вот такой спатер используем. И делаем вот такие вот движения. Наверное, если ты чуть подкалернешь. Да, надо что-то видно. Ну, давай диньёмся. Только немножко. Только немножко. Плесня. Думаю, чуть-чуть. Смельчка. Смельчка. aj ông. Да, да, да. Да, да. Плесня. А, но. Хорошая. Это репорт. Голида. Да. И мы как раз присылали какие-то, но мы приходили через阿дди и остальные кружки на воду. Я бы сказал, что это лучше. то есть он смешивается и краска с материалом и материал с краской Вне зависимости от того, что разводится водой, все можно перемешивать Да Вот таким вот движением Или просто делаешь такие кляксочки Достираешь их Потом эти кляксочки будешь соединять между собой Мы называем это как островки Потом соединяем их как будто в материке Называем это карта мира Такую технику Такую технику Покажи, что сначала мы сделали такие кляксочки Или островки, они могут быть разной величины Они могут быть зависимы от того, как ты работаешь шпателем Будут маленькие шпаты на экспозиторчике Тогда будут маленькие кляксы Возьмешь большой Да Да Будут у тебя большие, только кляксом одел Потом эти кляксочки соединяешь Ну или материки На толщину зерна То есть больше не надо Объясни ему, какую толщину Главное, что ты не положил лишнего Всегда легче добавить еще А уже когда ты перемарщил Ну то есть перемажешь вот эти щели Тогда будет тяжелее его выравнивать Тогда будет выскабливать Поним? Ну то есть двое И оно не очень будет красиво Лучше добавлять Вот ты видишь там Добавить И еще очень важно Ты не делаешь сразу На каком-то маленьком объеме Этот рисунок Ты накидываешь эти кляксы По всей стене Не нужно делать На небольшой дистанции И закончить Все вместе Ты должен начать На Айстане На всех стенах И тогда связывать На всех стенах На всех стенах Не оставить небольшой паттерн И закончить И потом делать на другой стороне Да Представь, что вот это стена Ты накидываешь вот эти кляксы Подкидал, покидал, покидал На всю стену То есть вот у тебя большой будет шпатель Да Раз, раз, раз Представь, большие Накидал, накидал, накидал На всю стену Пробежался Они будут, да В определенной последовательности Будет расстояние между ними более-менее одинаковое Потом да Ты их соединяешь Этим же шпателем И чем мельче у тебя будет То ты возьмешь Меньше шпателем То ты возьмешь Меньше шпателем И когда будешь накидывать вот эти островки То следи за тем Чтобы ты хорошенько размазывал Чтобы у тебя не было таких Не то что стык Стык не так Стык это значит Чтобы не торчало ничего Вот да Не торчало И чтобы края у тебя были рваные То есть ты проходишь в эту сторону В эту сторону В эту сторону В эту сторону Понял? Чтобы не получилось Что от шпателем у тебя будут Видны вот такие Ровные полоски Это не должно быть Они должны быть Неровные Более естественные Так Теперь смотри Если например у тебя где-то Там Ты будешь большую стенку И оно у тебя где-то там Чуть подсохло Возьмешь водичку И Подмочил И его Загладил Этот материал Травентин Вот сейчас мы работаем Он позволяет Ну быть Открытый момент Скажи что Работа с ними Он не быстро засыхает Специально Разработали Таким образом Чтобы Ты мог делать Большие площади И Не боялся Что он у тебя быстро высохнет То есть у тебя час времени Полтора Полтора Два В зависимости от того Какая будет погода Да И влажно Были случаи Когда ребята рассказывали Когда был дождь на улице Влажно было Они смогли загладить Только на следующий день Открытый момент Когда они работали снаружи Нет Внутри Когда они работали снаружи Нет Внутри Они работали снаружи Нет Они работали снаружи Сейчас ты попробуешь сам сделать Сейчас ты попробуешь сам сделать Сейчас ты сделаешь Добрый? Да Дайте я буду держать Нанеси Только как будто первый слой Подложку 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 Просто гладкую На толщину Взрыв Да Так Если не стой Добавлю водички Простите Добавим воду Добавим воду Добавим? Добавим Да Не хорошая Да Нужно добавить Влажную Да Что делать Подложка Давай Еще Сап programme Попробуй Попробуй Подложку Подложку Об nécessу Попробуй Подложку Одного Подложка Подложки Подложку Это очень ровно, но это говорит суховатый. Нужно добавить воду и... Спросил у него в Англии, доводировал ли он работать под огненными шпателями? Вы используете сами спатаны в Англии? У него немножко другие, три разных. Один для документов, один для нанесения, и один для финиш. А по форме они похожи? А по форме? А по форме? А по форме? А по форме? Не, не, не. Углы закругленные, по квадратные.